Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилосами. Я, Артур Идиатулев. Встреча лидеров США и Китая, наверное, до сключевых событий этого года, завершилась решением о 90-дневном перемирии в торговой войне между двумя странами. США согласилась отложить введение новых тарифов, но сохранить действующие 10% на 90 дней в обмен на увеличение закупок американских товаров, прежде всего сельскохозяйственной продукции со стороны Китая и снижение тарифных барьеров для автомобилей. Результаты встречи позволяют двум странам перевести дыхание в борьбе за мировое экономическое господство, которые столкнулись с падением фондовых рынков и признаками замедления экономики, правда, различной степени тяжести. Прекращение огня, скорее всего, приведет к ралли облегчения на фондовых рынках, но, как и ожидалось, фундаментальные противоречия остались неразрешенными, что не позволяет делать ставку на долгосрочный рост акций на фондовых рынках. Прогресс в переговорах встрял на требованиях США провести в Китае структурные реформы, которые бы эффективно решили проблемы кражи интеллектуальной собственности, вынужденную передачу коммерческих тайн, а также неявную поддержку китайских предприятий со стороны государства. По мнению США, эти нарушения противоречат принципам справедливой конкуренции в торговле и приводят к убыткам американских компаний. Однако Китай полагает, что так США пытаются превратить становление Китая в глобальной супердержавой. Ужин двух лидеров в субботу не смог найти пути разрешения конфликта в этом направлении, что не является, в принципе, большой новостью. Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в переговорах, попытка двух стран предотвратить худший сценарий, вероятно, станет поводом для новогоднего ралли на фондовом рынке, который также может растянуться на первые месяцы следующего года, перед тем, как страны представят более солидные аргументы, что должно уже состояться в марте, когда должны поступить какие-то конструктивные результаты, кроме перемирия. И тогда уже лидеры двух стран должны будут пытаться убедить рынки, что дальнейшие беспокойства относительно торговой войны беспочвены. Итак, что же выиграла каждая из сторон для китайского лидера России? Это прежде всего три месяца. Такой некоторой передышки, в течение которых США не будут увеличивать тарифное давление. Это увеличит шансы для китайских властей успешно смягчить последствия заведления экономики, ведь 10% тарифы уже показали всю свою болезненность для китайского производственного сектора, который, по последним данным, оказался на грани рецессии в ноябре. Транс, в свою очередь, временно золотал, будем так говорить, одной из самых дорогостоящих с политической точки зрения дыр в политике. Это падение внешнего спроса на сельскохозяйственную продукцию и, отчасти, на некоторые капитальные товары. Такую уступку он получил, сохранив при этом рычаг давления на Китай в виде новых тарифов, в то же время не откатывая предыдущие. Хотя еще недавно Китай заявлял, что отказываются вести переговоры под дулом пистолета. Также США получили надежду, что тяжесть опиоидной эпидемии в США снизится, так как Китай пообещал жестко бороться с незаконными экспортерами фентанилы и других опиоидов. Трамп также заявил, что Китай открыт к пересмотру сделки Qualcomm с нидерландской NXP, но, по словам представителя Qualcomm, данный вопрос можно считать закрытым. Одним из самых эффективных с экономической точки зрения решений встречи стало снижение 40% тарифов на экспорт американских автомобилей в Китай. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере. Очевидно, что Китай таким образом пытается стимулировать внутренний спрос, в то время как автопроизводители США получают жизненно необходимую поддержку, особенно на фоне снижения продаж на внутреннем рынке, а также в других некоторых странах. Одним из первых сигналов, который говорит в пользу новогоднего роста, стало снижение маржинальных требований на китайских фьючерсных биржах до 10% по индексу CSI 300 и некоторым другим основным индексам китайских акций и до 15% по индексу CSI 500, то есть индексу, который включает 500 крупных китайских компаний. Снижение этих маржинальных требований говорит о том, что рынок, который длительное время пребывал в осаде, может сейчас выглядеть как бы сильно недооцененным на фоне вот этого всплеска оптимизма. И учитывая большой потенциал перемирия, который в конечном итоге может привести к долгосрочной сделке, хоть и с небольшой вероятностью, это, скорее всего, позволит китайским инвесторам с новой силы начать откупать резко понизившиеся в цене китайские акции. Вот сегодня мы можем видеть, что шанхайский композитный индекс прибавил почти 2,5%, причем открылся со значительным гэпом. Цены на нефть подскочили почти уже на 6%. На фоне снижения напряженности в международной торговле, что придет к росту спроса, естественно, энергоносителей. Доллар, как и ожидалось с ним, все сегодня на положительных новостях, он откатился почти на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 выросли почти на 2% и указывают сейчас на сильный старт Wall Street сегодня. Я придерживаюсь с такой точки зрения, что фундаментально результат переговоров ничего не изменил, но рынки, заждавшиеся бывших трейгеров, это можно видеть и по нефти, и по китайскому рынку, они сейчас, естественно, воспользуются возможностью отыграть потери двух предыдущих месяцев. Доллару при этом грозит сильное, значительное отступление против других основных валют. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду. Продолжение следует...